Приветствую вас, Алиса. Видите ли, страх одиночества, страх смерти и страх насилия, если можно, так сказать, страх насилия, страх того, что произойдёт к вами, ну, что может случиться, что-то плохого, да. Вообще-то говоря, вещи разные и происхождение у них. Разно тоже в том смысле, что, например, страх смерти проистекают из экзистенциального кризиса, проистекают из пустоты жизни, из-за неверного отношения к жизни. Вот. Из-за её незаполненности, из-за её такой определённой пресности. Вот. С одной стороны. С другой стороны, это может быть и ситуация, при которой человек в какой-то степени целенаправленно может думать о смерти, целенаправленно как-то вот быть, ну, быть нацеленным на неё, на смерть, я имею в виду, и хотеть её даже. Слезано это опять же может быть с некой попыткой убежать, некой попыткой освободиться, то есть иногда, на самом деле, очень часто, смерть выступает здесь вот в таком качестве, в качестве освобождения. поэтому здесь достаточно, достаточно, достаточно грамотно. Нужно подходить к исследованию данной проблематики. вот. Крайне, я бы сказал, деликатно, потому что в противном случае ситуация может обостриться, а вам можно навредить. Чего? Чего? Вы понимаете, совсем бы не хотелось. Страх одиночества вместе с тем представляет из себя непринятие себя. позиционирование в какой-то степени, и это важно, позиционирование себя в контексте одиночества, как брошенную, то есть это страх, страх быть брошены, возможно, но зачастую страх одиночества проистекает из-за непринятия человеком себя, из-за невозможности быть наедине с собой, из-за невозможности, из-за какого-то нежелания быть наедине с собой, из-за неумения быть наедине с собой, из-за невозможности быть наедине с собой, из вариантов здесь, в принципе, достаточно много, на выбор, на выбор, вариантов здесь хватает, к сожалению. Поэтому столь важно понимать вот о чём конкретно идёт речь, когда мы говорим, например, про ваши страхи, когда мы говорим про ваши переживания, допустим. Следующий важный момент, ну, на мой взгляд, следующая история, на мой взгляд, заключается в том, что вы боитесь того, что что-то произойдёт, что-то может случиться, да, то есть, это вот, ну, такая вот здесь позиция у вас, что что-то может произойти, да, там, бороться и так далее. Это агрессивность. То есть здесь мы говорим про, вот, в какой-то степени про неодреагированность вами неких чувств о незащищённости вашей, об этом мы тоже здесь, к сожалению, говорим, да, то есть вот попытка себя защитить, агрессия, вот, и нуждаемость в этой самой агрессии, потому что, ну, агрессивность часто помогает себя защитить и сделать это, ну, в какой-то степени вполне адекватно, настолько, насколько травма, конечно, потому что у любой защиты, в принципе, есть свои ограничения, так что это вполне нормально, что полная защита, полная защищенность, ну, можно и не получить полную защищенность, конечно. Вот, так что тут тоже это нужно учитывать у меня всяких сомнений. Но, в общем, наверное, важно то, что вами не отреагируются какие-то вещи, вами именно вот физически не отреагируются какие-то истории, и, соответственно, это очень сильно мешает, это очень сильно мешает, и вы чувствуете себя, как бы, в гармонах. Вот, поэтому работа нужно обеспечить, сразу в низких направлениях, это работа и со смыслом жизни, да, то есть работа вот с тем, чтобы ваша жизнь была более наполненная, да, более живая, да, чтобы вы, проживая жизнь, пришли в итоге к тому, что и смерть, в том числе, является неотъемлемой частью жизни. Это с одной стороны. С другой стороны, важно работать над принятием себя и над тем, чтобы вы могли быть самодостаточны, вот, в своей самодостаточности, находя возможность быть независимой от других людей и от того, что, ну, что они делают, как себя ведут и так далее. С третьей стороны, это необходимость в научении отреагирования, то есть научение отреагировать то, что вы ощущаете, то, что вы чувствуете, вот. Работая с личными границами, работая с, ну, собственной, может быть, защищенностью, вот. И, значит, все это, вне всякого сомнения, способно вам помочь решить ваши проблемы, вот. Это работа, повторюсь, это работа в трех таких достаточно больших направлениях, достаточно серьезных направлениях. И, соответственно, можно здесь говорить о психотерапии, к сожалению, о психотерапии не краткосрочной. Да, то есть здесь не хватит одного-двух раз, иногда не хватает даже нескольких месяцев, к сожалению. Ну, здесь зависит от многих факторов, в том числе, вот, КВО. Насколько у вас развитый механизм психологический сосед и прочее, прочее, прочее. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.